Всем мера и добра! Меня зовут Саида и вы на канале Домашний очаг. Сегодня приготовим очень вкусный, ароматный, просто потрясающий из песочного теста лимонный пирог. Посмотрите, какой он вкусный, какая красивая плетенка. Я украсила вот так вот мелкими цветочками. Вы не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать наше новое интересное видео. Всем спасибо! Давайте начнем готовить. Готовим тесто. Для теста нам потребуется пачка маргарина комнатной температуры, 150 грамм сахара, 150 миллилитров растительного масла, щепотка соли, 2 яйца, 1 яйцо и 1 белок. Желток пойдет для смазки. Также нам еще потребуется разрыхлитель, понадобится разрыхлитель и пачка ванилина. Здесь у меня полтора грамма. И мука. Муки уйдет столько, сколько возьмет тесто наше. Что мы делаем в первую очередь? В первую очередь мы делаем сливочное масло, вы можете взять или маргарин, он у меня, видите, какой аж мягкий. Добавляем сюда щепотку соли, вот прям щепотку сюда же. Также сразу добавляем растительное масло 150 граммов, сахар 150 граммов, пол пачки разрыхлителя. Здесь у меня весом 18 граммов, то есть 9 граммов. Сюда же сразу отправляем ваниль. Отправляем сюда одно яйцо и один белок. Желток оставляем для смазки теста. А для начинки я сейчас сразу скажу. Для начинки у меня здесь два лимона, но они совсем маленькие, вот прям малюсенькие. Посмотрю, как они кислые. Если сильно кислые, то два стакана возьму сахара. Если такие не сильно кислые, возьму полтора стакана сахара. Все перемешиваем. Самое простое, песочный отец, без всяких там лишних продуктов. Но самое вкусное. Лимонный пирог получится просто бомбитический, просто вкусный. Тем более сейчас осень, дождливая погода. Сейчас в самый раз готовить лимонные пироги, морковные тосты. Такие. У нас, кстати, есть на канале морковный торт. Но в ближайшем будущем запишу видео новые, более подробно покажу, расскажу, как я его пеку. У меня самый вкусный морковный торт. Так, здесь у меня стакан. Добавляю сразу муку. Раз, вот два, без горки. Видите? Что я хотела бы сказать по муке. Всегда смотрите на свою муку. Вы можете пользоваться высшим сортом. Ну, или, как я, первым сортом. Здесь бывает мука такая более... Кликовина у нее более такая повышенная, да? Бывает такая более... Не очень. Бывает влажная мука. Бывает сухая такая вот. Всегда смотрите на свою муку. Вот я два добавила стакана. Вот третий стакан. Четыре стакана. Видите? У меня не с горки, не полные такие стаканы. Без горки. На этом этапе включаем духовку. Разогреваться. И пусть... А наше тесто пока постоит в холодильнике. Ну, или в морозилку вы можете положить, пока мы приготовим начинку. Занимаемся начинкой. Обязательно убираем косточки с лимона. Обязательно нужно их убирать. И убрать нужно вот эту белую прожилку. Вот все. Видите? Я еще поделю пополам. И отправляем в блендер. Две минуты. И начинка наша готова. В начинку еще идет, я забыла сказать, крахмал. Можете взять кукурузный, можете взять картофельный. Я в начинку сюда добавляю картофельный крахмал. Две столовые ложки. Вот с небольшой горочкой. Также сюда добавляем сахар. Нужно перемешать. Добавляю стакан. Сейчас перемешаю. Хорошо перемешаю и попробую. Еще полстакана добавила. Так как лимон немного кисловатый. Я буду выпекать вот в такой форме. Вы можете в любой форме. Даже я иногда бываю, когда не было у меня такой формы, я выпекала в сковородке. Очень удобно. В принципе, и можно и так. Достаем наше тесто с холодильника. Берем половину нашего теста и просто расплющиваем руками быстренько. Вот так вот тесто разровняли по нашей форме. И выкладываем всю нашу начинку. Распределили нашу начинку. Убираем пока в сторону. Начинаем заниматься украшением. И вот здесь уже идет полет фантазий. Как вы хотите. Вы можете украсить пирог. А как я буду украшать, я сейчас вам покажу. Посыпаем рабочую поверхность мукой. Начинаем раскатывать. Просто в нашу полоску. И сюда. Ничего страшного. Вот такая вот у нас плетенка получается. У меня здесь немного осталось теста. Сейчас покажу, что я буду делать дальше. Вот столько у меня осталось теста. Сейчас будем украшать дальше пирог. Я возьму вот такие вырубки. И начинаем вырубать с теста. Вот такой вот красивый пирог у нас получился. Посмотрите. Вот так вот я его украсила. Что я делаю дальше? Здесь у меня желточек наш. Я добавлю сюда где-то, наверное, пол столовой ложки молока. И промажу наш пирог. Решила я украсить немного маком. Я беру просто шпажку. И по центру на каждый наш цветочек. Если не хотите, вы можете этого не делать. Вот так вот я украсила. Посмотрите, как это мило, красиво. Все отправляем в разогретую духовку, как зарумянится. Где-то уйдет, наверное, 30-35 минут. В зависимости от вашей духовки. При температуре 180-200 градусов. Маяк, как всегда, пекет 200 градусов. Где-то 30-35 минут. Вот такой вот пирог. Сейчас давайте разрежем. И посмотрим, какой у нас он в разрезе. Вот наш лимонный пирог. Начинки, правда, маловато. Но очень вкусный. Такой вот пирог. Смотрите, как просто и быстро можно приготовить к чаю пирог. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Берегите себя до следующего видео. Всем спасибо большое. Всем пока. До новых встреч.